Закаливание является для организма всесторонне полезным процессом, действие которого влияет на разные аспекты жизнедеятельности человека, начиная с укрепления иммунной системы и улучшения здоровья, и заканчивая повышением силы духа и воли. Современная медицина не отрицает того факта, что благодаря разумному закаливанию человек действительно практически не болеет простудными заболеваниями в результате обливания холодной водой. Один из самых важных эффектов правильного охлаждения тела, непосредственно влияющего на улучшение здоровья, это очищение сосудов и внутренних органов. На деле это выглядит так, после воздействия сильного холода на тело, организм человека начинает быстрый процесс отвода крови из конечностей к внутренним органам, чтобы обеспечить их теплом и защитить от пагубного переохлаждения. Когда же температура тела нормализуется, происходит обратный отлив крови из органов к конечностям, уносящий с собой скопившиеся в органах вредные вещества. Благодаря такому обильному движению крови в организме происходит и очищение сосудов. Метод закаливания можно сравнить с тренировкой мышц, то есть с происходящим в результате этого стресса. А раз так, то как и после любого стресса, организм должен успеть восстановиться перед следующим тренингом. Поэтому нет необходимости обливаться холодной водой каждый день, этот процесс должен быть периодическим, два-четыре раза в неделю. Следующим важным моментом является научиться слушать свое тело, чтобы не заставлять себя обливаться холодной водой в очередной раз, а действовать согласно желанию своего организма, то есть постепенно должна появиться тяга к закаливанию, периодическое желание, которое и будет означать готовность организма к умеренному охлаждению. Для начала нужно пробовать обливаться чуть прохладной водой, потом постепенно переходить к более холодной и так далее. Сам процесс закаливания, например в душе, происходит недолго, в течение двух-четырех минут с периодическим прекращением обливания или переменным обливанием разных частей тела. При этом голову обливать холодной водой нельзя ни в коем случае. После закаливания обязателен процесс обтирания полотенцем, то есть интенсивное растирание, стремясь как бы вернуть тепло холодным частям тела. Конечно, закаливание является достаточно экстремальным действием, требующим недюжиной силы воли, чтобы переступить ту черту, за которой заканчивается теплота и комфорт. Но в результате преодоления этого крепче становится не только здоровье, но и дух. Разумеется, чтобы применять метод закаливания, человек должен быть здоров, по крайней мере не болеть простудными заболеваниями. И лучше всего перед началом проконсультироваться со своим врачом.